Валентина Николаевна моет посуду в режиме экономии. Даже при этом они с супругом в месяц тратят 7 кубов воды. Все расходы у пожилой пары прописаны, каждая копейка на счету. Признаются, не успели обрадоваться повышению пенсии. Как след, новое повышение тарифов. Я к этому отношусь отрицательно. А потом, это же, кажется, знаешь, уже такое событие, к которому уже готов ты. Вот как только начинается повышение пенсии наших, так обязательно повышение тарифов происходит. И вот эти монополисты, они заранее подсчитывают уже, насколько нам должны повысить тарифы на коммунальные услуги наши. В Алматы-Су говорят, раньше водой и канализацией потребители обеспечивали сразу 4 организации. Одни добывали, другие транспортировали, третьи чистили стоки. Теперь это одно предприятие. Отсюда и расходы. Возросли налоги, коллектив. Работникам хотят повысить зарплату. Но и это не самое важное. Уровень износа сетей, уровень порядка 2000 километров водопровода необходимо постепенно заменять. В этом году за счет собственных средств мы заменили 20 километров сетей. Думаем, эту же работу продолжить и в дальнейшем. Не было ни на Урсбайского района. Сейчас зона обслуживания у нас достаточно высокая, достаточно протяженная, соответственно, увеличился штат именно производственников. А еще аргументируют, тариф не повышался с 2014 года. Якобы он в Алматы считается одним из самых низких в стране. Казалось бы, куб воды стоил 55 тенге, станет 67. Это ведь копейки. Но учитывая, что Алматы Су обслуживает 95% территории города, доход уже не кажется таким незначительным. Как все это ни назови, все равно расходы, включая и инвестиции в инженерные коммуникации, зарплату, лягут на карман у потребителя, считают эксперты. Мало надежды, что повышение тарифов через платежи пользователей на 10% позволит найти инвестиции в инфраструктуру. Потому что инвестиции нужны существенные, а наши тарифы, они как бы, да, это пьет в конечном счете по кошельку каждого потребителя. Но не думаю, что средства, полученные в результате повышения тарифов, будут должным образом инвестированы в инфраструктуру. Мы это уже проходили, мы это уже видели. Какие цифры будут в мартовских квитанциях, станет известно в конце января. Через пару недель департаменты естественных монополий должны принять решение. К слову, по нынешним расценкам, алматинцы задолжали заводу 200 миллионов тенге.